Приветствую! В этом видео мы разберемся с вопросом постановки на воинский учет женщин с 1 октября 2023 года. И мы выясним с вами, кто из женщин должен стать на учет, а кого это обойдет стороной. Также в конце видео мы поговорим и о возможном запрете выезда женщин из Украины с 1 октября 2023 года. Естественно, будем мы это делать на основании действующего законодательства и в первую очередь выясним, а откуда вообще взялась эта дата 1 октября 2023 года. 7 февраля 2022 года Министерство обороны Украины приняло приказ номер 35. И в этом приказе в пункте 3 указано следующее. Вот он пункт 3. Головнокомандовачу Збройных сил Украины забеспечиты. Взяття жінок на військовий облік військовозобовязаних згідно з переликом спеціальностей та або професій, споріднених з відповідними військовообліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобовязаних з 1 жовтня 2023 року. Вот откуда эта дата 1 октября 2023 года. Почему мы привязываемся к этой дате в контексте воинского учета женщин. Естественно, ссылочку на этот приказ, как и ссылку на остальные нормативно-правовые акты, я вам оставлю в описании к видео. Вы сможете зайти, ознакомиться подробно. Итак, с датой разобрались. Теперь вопрос «Кто?». Мы видим, что здесь есть ссылка на некий перечень специальностей, но пока мы его смотреть не будем. Почему? Потому что это преждевременно. Мы сначала посмотрим закон. Закон Украины о воинской обязанности и воинской службе. Это первая его статья, и в ней есть часть 11, и вот сейчас мы ее смотрим. Женки, которые придатны до проходения воинской службы за станом здоровья и веком, и закончили заклады профессионально-технично-фаховой, которые предвыщие або высшие осветы, так добули медичную або фармацевтичную специальность, подлагают взятю на військовый облик військовозобовязанных. Итак, что мы здесь увидели? Что воинскому учету подлежат две категории женщин. Те, у которых есть медицинское образование, и те, у которых есть фармацевтическое образование. Вот эти женщины должны становиться на воинский учет. А что же все остальные? А по всем остальным смотрим дальше. Женки, которые имеют специальность або профессию, споредненную с соответствующей військовообликовой специальностью, визначенную в перелику затверденному Министерством обороны Украины, та придатні до проходжения військовой службы за станом здоровья та веком, крім зазначенных в абзаце першому цією частини, берутся на військовый облик військовозобовязанных за их желаниями. Вот. Вот это ключевая фраза. За их желаниями. То есть на сегодняшний день на воинский учет должны стать те женщины, которые имеют медицинское и фармацевтическое образование. Здесь предписание какое? Ну, должны. Да, вот. А те, кто не имеют такого образования, только по их желанию. Поэтому давайте успокоимся. Никто всех женщин с 1 октября на учет не ставит. Но, конечно, конечно, у вас есть вопрос. И он звучит так. Так что, если моя жена, например, закончила университет там в 85-м году, ей что, тоже нужно становиться на учет? Ведь у нее же медицинское образование. Ответ на этот вопрос я тоже вам сейчас дам. Ответ на этот вопрос кроется в постанове 1487. Вот эта постанова, в ней есть пункт 51. И в этом пункте сказано, что «Женки, которые сдобали освіту за медичной або фармацевтической специальностью Та не перебували на військовом облаке у соответствующих РТЦК, до подтверждения этого порядка могут працевлаштоваться, как не військовозобовязанные до конца 2026 года. То есть эти женщины, с одной стороны, должны вроде бы стать на учет, но им это не нужно, потому что ни на что в их жизни это не повлияет. Они могут и трудоустроиться, а это главная проблема сейчас. Ты приходишь на работу, тебя не берут на работу, потому что у тебя нет отметки, что ты стоишь на учете в ТЦК и ЕСП. Соответственно, на этих женщин это требование не распространяется. Повторюсь, это касается тех женщин, которые получили образование до того момента, как была принята эта постанова. Вот эта постанова 1487. А она, если мы посмотрим вот сюда, была принята 30 декабря 2022 года. Соответственно, все, кто получил образование до этого момента, они не подлежат воинскому учету. Аж до 2026 года у них такой необходимости нет. Перед тем, как мы разберемся с вопросом запрета выезда женщин из Украины с 1 октября 2023 года, хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал. Информации в нем гораздо больше и появляется она оперативнее, чем в ютуб-канале. Также я там отвечаю на ваши вопросы в комментариях. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании к данному видео. Что касается запрета на выезд женщин. На сегодняшний день точного ответа не может дать никто. Нет, ну, теоретически Зеленский, может Шмыгаль могут нам дать однозначный ответ, будет запрет или нет. Но мы можем точно сказать, что запрета на выезд тех женщин, которые не являются военно обязанными, точно не должно быть. Но это абсолютно нелогично. Те же женщины, которые должны стать на учет военно обязанных, либо которые уже стали. Вопрос. Что будет? Никто этого не знает. И никто нам, судя по всему, сейчас не скажет из политиков. Поэтому что делать? Выезжать или не выезжать? Вы должны решить самостоятельно. И здесь нужно исходить из того, что запрет на выезд этих женщин, да, опять же подчеркиваю, не всех, не всех, а только тех, кто получил фармацевтическое, либо медицинское образование после 30 декабря 2022 года, вот здесь, конечно же, может быть вопрос. Да, вероятность есть. И поэтому, ну, вам нужно хорошо продумать, как вы будете поступать сегодня, да? Сегодня пока есть еще выбор, выезжать или не выезжать. Точнее, точнее, ну, точнее могут вам сказать, наверное, только гадалки, вот экстрасенсы и другие юристы, к сожалению, здесь сказать точно не могут. Почему? Потому что на сегодняшний день нормативного акта, который бы запрещал выезд женщин из Украины, просто не существует. Подводя итоги, подводя итоги, с 1 октября 2023 года на воинский учет в обязательном порядке должны стать те женщины, которые получили фармацевтическое, либо медицинское образование после 30 декабря 2022 года. Все остальные женщины, которые имеют фармацевтическое, медицинское образование, могут этого не делать, и им это не нужно делать аж до 2026 года. То есть вам время есть, торопиться некуда. Все остальные женщины, которые имеют образование иное, не должны становиться на воинский учет. Но, если вы это хотите сделать, вы можете это сделать исключительно по вашему желанию. Запрет на выезд женщин из Украины на сегодняшний день отсутствует. И никакой официальной информации о том, что запрет на выезд женщин с 1 октября будет действовать, просто на сегодняшний день не существует. Буду следить за этой ситуацией. И если такой запрет появится, то, безусловно, максимально оперативно постараюсь вам об этом сообщить. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал, и вы найдете еще много полезных видео. Ну, а я вам желаю хорошего дня, благополучия, удачи и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok